Всем привет дорогие друзья, с вами Лоу Грид. И сегодня у нас очень, ну просто очень интересный гайд. Ну вы сами по названию превьюшки это заметите. И кстати, в этом видео мне помог Кимбер Кинг Макс. Ссылочка в описании. Ну что, поехали. Итак, начнем. Как вы видите, самое лучшее оружие это рунный меч. Инерции плюс 18. Кстати, плюс 18 это не максимум. По ходу видео я смогу сделать плюс 19. Но обо всем по порядку. Не пугайтесь, сейчас я вам расскажу, почему это самое лучшее оружие и как так получилось. В этом видео будет две темы. Я вам расскажу о самом лучшем оружии из всех и самое прокачанное оружие в игре. Так, начнем с первой темы. Итак, почему же рунный меч самый лучший? Ну, для начала, я думаю, надо прочитать описание этого меча. Итак, сейчас мы его найдем. Вот, рунный меч. Загадочное оружие из дальней стороны со светло-голубым лезвием. Но надо сначала еще прочитать самое важное. Урон этого оружия гораздо сильнее возрастает при улучшении. То есть, смотрите, если много улучшать этот меч, то он намного увеличит урон. А не как все другие оружия просто увеличат урон, а намного увеличит урон. Кстати, если сравнивать меч плюс 13 рунный и секиру плюс 13, то из-за этого прикола рунный меч уже обгонит секиру. Ну, просто обгонит секиру. И очень, ну просто очень важная часть. То, что делает этот меч лучшим. Точнее, две. Это то, что меч, сам меч, он быстрее, чем секира. Та самая. То есть, мы сможем делать больше ударов. И вторая часть. Это избыточный урон. Вот, как вы видите, благодаря избыточной силе, ваши атаки данным оружием будут наносить до 10 единиц дополнительного урона. То есть, что это означает? Рунный меч изначально требует 16 силы. А всего в игре вы сможете сделать 20 силы себе, своему персонажу. У моего персонажа 21 сила, потому что я использовал информацию с моих прошлых гайдов. А пустофруктов. Точнее, гнилофрукт, который добавляет нам плюс 1 силу. И что это означает? То есть, рунный меч требует 16 силы. А если мы будем вливать все свитки в рунный меч, то мы получим очень много дополнительного урона. И именно дополнительный урон делает рунный меч лучше, чем секира. То, что секира требует 20 сил, а если мы будем вливать в нее свитки, то все равно она лучше рунного меча не будет. Итак, первую тему я вам рассказал. Теперь, как так получилось, что у меня рунный меч аж плюс 18. Точнее, плюс 19. Сейчас все по порядку. Смотрите, в игре всего свитков улучшения 15. Смотрите. У меня меч плюс 18. 15 слитков я в него влил. Ну, получилось плюс 15. Но, как еще можно улучшить вещь? Смотрите. Можно у кузнеца, который в пещерном уровне, можно соединить рунный меч со вторым рунным мечом. И мы на одно улучшение выше сделаем. То есть, это уже плюс 16. И самое важное, из-за чего я захотел прокачать рунный меч. Мне выпал он плюс 3 сразу. То есть, я уже плюс 18. Это дал мне призрак плюс 3. Мне так повезло, вы не представляете. Но, перейдем к тому... А, нет, стоп, забыл, извините. Еще. Мне попалось самое лучшее зачарование для рунного меча. Инерции. Что дает зачарование инерции? На это оружие наложено зачарование инерции. Когда оружие инерции убивает врага, оно сохраняет избыточный урон, чтобы добавить его к следующей атаке. Успешной. Смотрим. Подождите. Так, извиняюсь. Смотрим. Эффекты. Инерция. Ваше оружие сохранило избыточный урон от предыдущего убийства и добавит его к следующей вашей атаке. Со временем этот бонус будет постепенно уменьшаться. То есть, смотрите. Вы убили какую-нибудь крысу и лишний урон, который ваш меч нанес, он сохраняется на следующий удар. Видите, как все прекрасно совпало. Это зачарование. Этот рунный меч. Он такой прекрасный. И, кстати, не забудьте еще сбалансировать этот меч на урон. Ну, чтобы получить больше урона. Итак, я вам обещал сделать плюс 19. Как это сделать? Смотрим. Заходим в инвентарь. Видите это проклятие? Его можно сделать из остатков третьего босса. Ну, железных кусочков. И... Блин, я забыл. Извините. Сейчас. Подождите немножко. Я вам сейчас все покажу. Итак. Вот я нашел то, что нужно. Итак. Мы заходим в заклинание. Ну, точнее, в рецепты. Смотрите. Нам нужен свиток рассеивания. Проклятый осколок. Кусочек этого босса. И... Мы получаем проклятие. Что... В чем прикол проклятия? Сейчас я вам продемонстрирую. Так. Где оно там у нас? Потерял. Извините. Вот. Мы применяем его на нашем мече. Вы видите, оно проклялось. Но. Оно улучшило его на плюс 1. Теперь у нас рунный меч. Телепортации. Кстати, нам очень сильно повезло. Проклятие телепортации. Это самое безобидное проклятие. Я просто сейчас шокирован. И, кстати, смотрите, как вырос урон. Теперь у нас 35, 201. Но мы не забываем, что 10 дополнительного урона. Теперь у нас 45 и 211 дополнительного урона. Фух. Я, конечно, шокирован таким результатом. Но еще. Сейчас я вам продемонстрирую, как этот меч бил врагов. Да. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok